В этом году запланировано начало благоустройства Тамилинского лесопарка вблизи Большого Люберецкого карьера. Так как лесная зона связывает городской округ с Держинским, при разработке концепции проекта учитывают мнение жителей двух муниципалитетов. На месте, где пройдут работы, с ними организовали встречу. Тему продолжит Луиза Егия-Зарян. Проект благоустройства Тамилинского лесопарка масштабный. Он охватывает территорию в 30 гектаров и нацелен на то, чтобы удовлетворить запросы всех групп населения. И тех, кто любит тихий отдых в лесу, и тех, кто занимается спортом на свежем воздухе. У-вторых, эта территория пользуется особой популярностью. На протяжении нескольких десятилетий здесь активно развиваются лыжные гонки. Эта территория изначально передается под использование именно под благоустройство. Стандартные вопросы, которые всегда нам задают на этих встречах, что у нас тут появятся бетонные какие-то здания, асфальты, что здесь будут строить. Главное условие реализации таких проектов – никаких капитальных зданий, их не будет. Но здание само будет. Будет здание, быстро возводимое, на сваях. Аналогичный проект «Парк лесная опушка» реализован на территории городского округа Люберцы в прошлом году. Сейчас это популярная зона отдыха. Благоустройство выполнено с минимальным вторжением в экосистему. Владимир Волков пригласил участников встречи посетить эту локацию. Если будет большой интерес, наберется 10, 20, 30 человек, мы соберем автобус, отвезем, у нас там электромобили, посадим спокойно, провезем, потому что территория огромная, и вы увидите, как это все реализовано. Жительница Держинского, многодетная мама Ирина Коршакова на лесной опушке уже была на встрече с жителями. Она поделилась своими впечатлениями от увиденного. Теперь женщина рада, что такой же лесопарк появится и у них. «Мне очень понравился проект. Действительно, очень понравился. Первое, потому что лес остается лесом, и он облагороженным лесом становится, и наши дети будут чувствовать себя в безопасности. А второе, здесь будет приятно заниматься спортом. Вот я, например, и лыжница, и люблю велоспорт». Это подтвердила и российская лыжница Наталья Коростелева. Бронзовый призер Олимпийских игр тренирует в этом лесу будущих чемпионов. «Два километра трассы, которая будет освещена, это необходимо, потому что зимой темнеет уже в 4 часа, а дети учатся у нас сейчас до полпятого, и они даже к четырем не всегда успевают на тренировки. Тренировки в нашем лесопарке проходят до 8-9 часов вечера. Это небезопасно. И бывают случаи, что дети сталкиваются с собаками, отлетают в деревья, получают травму. Здесь уже более трех десятилетий существует лыжная трасса. Здесь вырос олимпийский чемпион, не один десяток мастеров спорта. Я надеюсь, что с благоустройством вырастет еще больше спортсменов-мастеров». «Я не понимаю, какая может быть еще позиция, помимо развития, помимо возможности для наших детей заниматься спортом, заниматься здоровым образом жизни всем людям, здесь проживающим рядом в городе». В концепции проекта – волейбольная площадка, детские игровые и спортивные зоны, туалеты, комната матери и ребенка, освещение и видеонаблюдение. Тропиночную сеть на территории лесопарка обустроят с сохранением корневой системы. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.